Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Рыбы. Это общий астрологический прогноз на июнь 2024 года. Ну вот у нас уже и месяц июнь. Поздравляю вас, рыбки. В этом месяце вначале интересное астрономическое событие, не астрологическое, а астрономическое. Называется оно Парад планет. А завершает, практически завершает месяц клубничное полнолуние. Поэтому я сделала вам такой вот парад клубничек на этой картинке, чтобы вас порадовать, чтобы у вас было позитивное настроение. Пожалуйста, улыбнитесь сейчас, поставьте мне лайк, напишите добрость в комментариях. Я для вас стараюсь и с радостью работаю. Парад планет, как парад клубничек. Это Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Естественно, что транссатурновые планеты не видны невооружённым глазом. Близкие планеты будут видны, опять же, если вы живёте в той местности, в которой это будет видно реально. Ну астрологически тут тоже у нас есть важное событие — переход Меркурия в близнецы. То есть астрономически целый парад планет, а астрологически Меркурий в близнецы — это его знак зодиака. Также в этом же знаке зодиака, в знаке зодиака близнецы, вы видите, будет Новолуния, тоже вскоре. Меркурий — третьего, а Новолуния — шестого. Также в этом же знаке зодиака и Венера. Это о чём? Это о том, что больше всего энергетики близнецов. Что это для вас? Это тема четвёртого дома-гороскопа. Четвёртый дом-гороскопа — это дом дома, родины, непосредственно места жительства, также доверие к жизни, психологической атмосферы и материнского рода, вопросов взаимоотношений с мамой. Это вообще дом родов и смен в роду. Здесь что-то новенькое. У кого-то из вас новая страна проживания, у кого-то новый дом. Не сменяйте вы место, но дом новый. У кого-то обновление в доме, может быть, ремонт, а может быть, что-то новое, одно и даже очень даже незначительное, плюс-минус незначительное. Может быть, у кого-то новый обеденный стол по такому Новолунию в четвёртом доме гороскопа. Очень может быть. Ну а у кого-то новая семья. Почему такая большая разница? Потому что вы очень разные, и всё зависит от вашего личного гороскопа. Сейчас вы слышите общий гороскоп по равнодомной системе. Поэтому прошу вас это учитывать, понимать. Представьте себе, что вы сидите в большой аудитории. И я говорю этот прогноз как можно более широко рассказываю о разных перспективах. Да, у кого-то новая семья, у кого-то новый член семьи, у кого-то ребёночек рождается, у кого-то муж появляется, у кого-то мама в гости приезжает, а у кого-то дома новый стол, новый диван, новая посудомоечная машинка. То есть, понимаете, какие разные энергии идут. У кого-то может пройти тема работы из дома, отпуск также в этом месяце может пройти. В общем, что-то, что связано с домом. Здесь ключевую роль играет именно помещение, в котором вы находитесь. Конечно, самое-самое грандиозное — это переезд. Опять же, у кого-то далеко, у кого-то недалеко, у кого-то может быть в районе города. Погостить можете поехать кому-то из родственников. Также непрямых родственников и непокрови родственников тоже можете их посещать. Например, какого-то своего, например, там, не знаю, бывшему мужу поедете. Либо бывший муж приедет повидаться с детьми. То есть вот такие тенденции тоже могут проходить. Третий дом гороскопа включается Марсом 9 июня. И вот он как раз, этот третий дом, это дом гостевания и гостей. Видите, Марс в гостях, какой-то мужчина в гостях. Либо вы в гостях у мужчины. Этот мужчина примерно вашего возраста. Поэтому, скорее всего, ну, либо плюс-минус, там, 5-10 лет, скорее всего, это не отец, не дедушка, а либо супруг, либо брат, может быть, сын взрослый, может быть, племянник взрослый, может быть, дядя тоже, кстати, может пройти. Но, опять же, разница в возрасте у вас небольшая, мужчина средних лет по Марсу, где-то 35. И тематика путешествий. Может быть, вы вместе с какими-то мужчинами будете куда-то ехать, какой-то компанией. Может быть, будете заниматься мужскими, так скажем, вопросами. Опять же, это может быть тот же самый ремонт. Может быть, покупка автомобиля, кстати, тоже здесь в этом месяце. Это починка автомобиля, ремонт, то есть ремонт дома, ремонт автомобиля, покупка дома, покупка автомобиля. Такие достаточно серьёзные, может быть, вопросы. Но, опять же, для кого-то из вас, может быть, и не очень серьёзные, и не очень значительные. Может быть, вы пойдёте с братом, купите себе новый ноутбук. Да, это яркое событие, значительное лично для вас, но не в сравнении, например, с покупкой дома, думаю, что вы понимаете, не такое большое. В общем, плюс-минус, у кого-то может появиться новый велосипед по таким транзитам, у кого-то может появиться новый друг. Для знакомства тоже хороший месяц. Более любовным будет третья декада июня. Первые две декады более семейные, более про взаимоотношения с теми, с кем вы живёте, с домочадцами, с братьями, сёстрами, с дядями, тётями, с другими родственниками. Тема взаимоотношений с мамой. С мамой тоже здесь может пройти много общения. Опять же, какие-то вопросы, может быть, и очень даже серьёзные, связанные с мамой, с материнским родом, тоже могут пройти. Ну, а у кого-то банально будет много с мамой общаться. Вот и всё. Вообще, месяц близнецов — это месяц общения. Потому что близнецы — знак общения. Близнецы очень любят разговаривать и писать тоже. То есть не только устная, но и письменная речь. Близнецы, типичные близнецы — это очень хорошие журналисты. А в негативе — это, конечно же, сплетники. Ну, в общем, всё об одном. Очень много слов, очень много информации, очень много новостей. Третья декада — чисто любовная. И здесь, конечно, внимание тем, кто сосредоточен на любовных вопросах. Для кого сейчас самая-самая актуальная тематика — это любовь. Конечно, третя декада июня. С 17 июня в ваш дом любви переходят Меркурий и Венера. Они делают это одновременно. А 20 июня в вашем доме любви — один из самых мистических праздников в году. Это праздник языческий, праздник Кулагода, который называется астрологический и астрономический днём летнего солнцестояния. День летнего солнцестояния — это переход солнца в знак зяка рак. Это начало лета в природе, не по календарю, а по природе. Лето наступает в день летнего солнцестояния. В этом году это 20 июня. Это всё ваш пятый дом — дом любви. Поэтому очень хороший период для тех, кто ищет любовь. Очень хороший период для тех, кто уже начал встречаться, это развитие отношений. Очень хорошее время возобновлять романтику, если вы в отношениях в паре давно и чуть-чуть поугасли чувства или страсти. Здесь и страсти много тоже. Очень хороший период для всех людей, которые хотят любить, любят в разных проявлениях. Это также период благоприятный для взаимодействия, общения, игр, развлечений с детками. Для того, чтобы просто общаться с детьми. Может быть, ничего существенного нет. Может быть, вы не едете, например, в отпуск вместе с детьми, просто общаетесь с детьми дома. В любом случае, так и так хорошо. Хотя, конечно же, и для отпуска, и с детьми, и с любимыми людьми, с домочадцами — это просто очень хороший период, 3 декабря июня. Тут смотрите по себе, кто что себе может позволить. Кто-то может позволить себе сходить с ребёнком, купить молочный коктейль в парке, посидеть, попить, поговорить. Отлично. Кто-то может позволить себе поехать куда-нибудь на берег океана на неделю всей семьёй. Тут разная степень, но по сути тема одна и та же. Вы где-то с любимыми людьми проводите время. Дальше, в зависимости от ваших средств, финансов, возможностей, выездной, вы не выездной, есть ли у вас документы, нет ли у вас документов и так далее. То есть время очень любовное. Это главное, чтобы вы запомнили, что здесь любовь, любовная любовь в самом её красивом варианте. Это праздник Ивана Купала, зелёные святки. В начале ещё встали недели, но я сейчас не хочу распространяться. Может быть, буду распространяться, буду писать посты об этих всех языческих, как вы понимаете, традициях. Так как сейчас прогноз, не буду сильно растекаться мыслью по древу, скажу коротко. С 20 июня по 7 июля можете считать это всё Ивана Купала очень мистическое время. Время для гаданий, для предсказаний, для поиска цветка папоротника, для плетения веночков и прыгания через костёр с любимыми людьми. Обращайтесь за своими личными торо-раскладниками также, уважаемые рыбы, и за гороскопами конкретно на месяц, этот июнь. Может быть, на июль сразу захотите. И то же самое, любой вопрос на любой период времени по торо-раскладнику и по гороскопу можем посмотреть. Полнолуние будет 22 июня, и называется оно клубничная луна. Клубничная луна в вашем 11 доме, в доме исполнения желаний. Поэтому какие-то любовные желания точно исполнятся. Может быть, у вас желание иметь ребёночка, кстати, тоже может проиграться. Тем более, что 29 июня на следующие 9 месяцев, на срок беременности, Лилит переходит в 8 дом в дом беременности. Тоже дом зачатия. 5 дом – дом зачатия, 8 дом зачатия. Поэтому очень, может быть, кто мечтает о ребёнке, эта мечта может сбыться у вас. У кого-то внуки, может быть, так же, да. Ну и, естественно, что это дом страсти. И 5 дом – дом страсти, очень сильные страсти. И 8 дом – дом вообще мощнейшей страсти. У вас на следующие 9 месяцев Лилит переходит в дом страсти. Поэтому, уважаемые рыбы, 20 июня – это только начало. Дальше у вас целых 9 месяцев, даже больше, 9 с хвостиком, для занятий любовью. И любовь – это страстная, романтическая и прекрасная, и мистическая. Будьте счастливы. Всех благ, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok